Сначала проходит служба, потом посвящение в казаки. Наша церковь украшена куполами. О, казачья тут ездит. О, я, я. Ото? Ну да, ну не знаю. Там ездит. Мальчишечка, мальчишечки и девчоночки, малышечки, такие хорошие. Какие красивые. Кэ-кэ. Казачий класс. Все смотрим, ребят, сюда, улыбаемся. Фото на память. Еще, еще пять секунд. С фронтовиком. Спасибо вам большое. Молодцы. Домой его, друзья. Еще. Еще. Еще, еще. Вернется. Еще. Молодцы. Еще. 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 И. Еще. С самого начала поведения христианства в пределах нашей страны, этот праздник, столотов почитанца, мы подсвечались одним из первых храмов у нас на Руси. И вот мы сейчас через столько веков так же духовно, с радостью празднуем это событие, и нам с вами в пору задуматься о причине такого почитания. Само событие связано с тем, что Блаженный Андрей со своим учеником Епипанием смогли увидеть в храме образ Пресвятой Богородицы, святом Богослова, святом Пресвятой, и Богородица распростел руки, держала нас верующими покров. Это был видимый знак молитвенного заступничества. Нас в людьми, кто находились в храме, кто обращались за помощью в нелегкое время Пресвятой Богородицы. И Богородицы, после того, как подойдете ко кресту, собраться на территории нашего храма, где будут давать клятву юные казачата, присягу, взрослые дуги. Богородицы, субтитры, 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 zejненно. Площадь перед церковью. Присягу будем давать казачатам, клятву вернее казачатам, а присягу субтитры, вступающей в казаки. Медушка пришел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...